Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Начало нам не понравилось. Минут 20. Первых, видимо, все-таки поддавливает немножко нас серия без побед. И некоторая скованность была в действии игроков. Мы увидели, где мы ошибаемся. И, в принципе, довольно быстро среагировали на ситуацию на поле. В корректировке внесли. После этого, в принципе, начали создавать моменты, подходить к воротам соперника. Пошли угрозы, но был момент с нереализованным пенальти. Потом было удаление. Очень драматичный матч. Расстроены, что не выиграли, естественно. Потому что на саминге-то уже не хватает вкуса побед. Ничьи все-таки это не то, к чему мы стремимся. Но по тому, как складывался матч, если учитывать силу соперника, потому что мы понимаем, что Ростов это очень сильная команда, они в лидирующей группе находятся. Все-таки при огромной поддержке болельщиков, спасти матч в концовке, я думаю, мы не можем быть сильно расстроены результатом. Единственная досада есть, конечно, что изначально плавную игру нам говорили, нам очень хотелось победить. Валидольный матч, инфарктный и все остальное. Ну и у обеих сторон, и у вас наверняка будут, и у коллеги уже были к судейству претензии, но по крайней мере вопросы, на которые вы ответ не получили. Походу, играйте. Знаете, эмоциональная составляющая еще очень высокая. Мне тяжело сейчас, наверное, трезво дать оценки каким-то эпизодам, которые на поле происходили с участием арбитра. Я не знаю, есть люди там, они посмотрят свое решение, вынесут. Это как бы не мой вопрос точно. Я готов обсуждать действия футболистов, плавную игру, стратегию, но судейство я не буду комментировать, с вашего позволения. Мы с вами уже общались по поводу вашей эмоциональности. Я сегодня первое, что увидел, когда еще судья держал красную карточку, что вы в это время уже разговаривали с Акбашевым и, по-моему, с Крискири. То есть, насколько я понимаю, у вас какие-то кардинальные изменения произошли в характере за это время, потому что раньше вы не так себя любили, мне кажется. Знаете, да, мы, я говорю, что мои эмоции, они часто мне мешают. Здесь был очень сложный момент, нужно было быстро принимать решение, как перестраиваться. Ну, все растем, все учимся на своих ошибках. Самое главное, ну, футбол без эмоций он мертв, конечно, но главное, чтобы эмоции не перехлестывали. В сегодняшний матч, я думаю, что мы все справились со своими эмоциями и направили в положительное русло, и, наверное, поэтому принимали правильное решение, на мой взгляд, по ходу матча и спасли с концовки. Я задавал Карпину вопрос, он сказал, что не знал, куда Вар смотрит пенальтер. Вы понимали, что это ворота Ростова или ничего не понимали? Да, мы понимали, мы сразу понимали, потому что, как я видел эпизод, со своего места мы наносили удар по воротам соперника, но далеко было не видно, в какую часть тела мяч попал, потому что там единственная только была тема для обсуждения в руку или в другую часть тела. Мы уже ждали реакции судей, мы понимали, что в пенальте может быть назначен в ворота Ростова. Единственный только вариант. А болельщики не понимали? Болельщики немножко по-другому смотрят футбол. Сегодня на матче губернатор присутствовал, как выяснилось уже после игры, его кто-то снял. Вам известно это было? До вас это доводили, что первое лицо? Нет, мне лично не известно было. Мне лично об этом не известно было. Я просто понимаю, что у нас губернатор очень любит футбол, и его присутствие на наших матчах, оно часто происходит. Поэтому мы всегда его ждем, и мы готовы, что он всегда нас поддерживает. И я думаю, что его присутствие так или иначе нас всех мотивирует. Добрый вечер. С вашим назначением факел играл всталку. Более, ну скажем так, акцент в сторону обороны был сделан, что приносит очки, но не приносит победы. Сегодня девятая ничья. Нет ли желания рискнуть и сыграть на победу? Потому что да, сейчас ничьи позволяют нам оставаться в зоне стыков, но так не может продолжаться долго. Да, я понимаю ваши требования к победам. Это нормально, мы тоже хотим победить. Но, послушайте, а с чего вообще вы взяли, что факел начал играть от обороны? Кто это вам сказал? Это ваша личная оценка? У меня другие цифры. Посмотрите количество ударов по воротам в последних играх, количество созданных моментов. И мы последние четыре игры нигде не проседали. Близкий матч с Зенитом, ой, прошу прощения, близкий матч со Спартаком. С торпедой отличная игра в атаке не реализовали. Мы по 15-17 ударов за игру наносим. Мы просто немножко сделали акцент на организацию, но это тактические нюансы. Головой факел точно не команда, которая играет от обороны. Поэтому я думаю, что ваше суждение не совсем верное. Но вы правильно заметили, с вами я согласен. Ничьи – это не то, к чему мы стремимся. Мы очень хотим побеждать, и тем более играя дома при поддержке болельщиков. Мы хотим атаковать, но нужен баланс во всем. Баланс команда сейчас, скажем так, ментально перестраивается немного. На мой взгляд, у нас есть прогресс. И очень важно не поддаться эмоциям, не начать с шашкой на голу бежать, забивать голы. Потому что мы понимаем, что тот же Ростов сегодня. Я вас уверяю, это то, что я видел на видео. Я был со временем на стажировке у Валерия Георгиевича в Ростове. Я видел их тренировочный процесс. Это очень сильная команда. Они индивидуальны, они великолепное мастерство. Они агрессивны в атакующей фазе. Они быстры и, я не знаю, много команд очень крутых. Мы стараемся тоже соответствовать уровню РПЛ. Но я повторяюсь, мы растем шаг за шагом. Мы хотим победить, и победы обязательно будут. Дмитрий Анатольевич, скажите, пожалуйста, насколько помогла поддержка болельщиков спасти сегодня игру? Я думаю, это ключевой момент. Потому что те эмоции, которые мы получаем от нашего болельщика, от людей, которые всегда, я подчеркиваю, всегда, не только когда хорошо, мы отдаем себе отчет, что бывают и неудачные матчи, и нас всегда поддерживают. Только благодаря этой поддержке мы нашли внутренний резерв. И атаковать в меньшинстве, естественно, что и футболисты заслуживают самой высокой похвалы за то, что внутренние резервы достают. Но, повторюсь, когда полный стадион тебя гонит вперед на последних минутах, это добавляет, это заставляет изнутри что-то достать. Это очень круто, мы им очень благодарны. Дмитрий Анатольевич, осталось три матча до завершения первой коробки чемпионата страны. Можете ли подвести какие-то итоги уже сейчас для себя? То есть в чем следует прибавить команде? Итоги нет, конечно. Итоги еще рано подводить. В чем нужно прибавить команде? Да во всем, если честно, потому что у нас много проблем. Мы их видим, да, есть нюансы, на которые нужно влиять. Прибавлять надо во всем. Самое главное, что нас сейчас беспокоит, это реализация моментов, которые мы создаем. И, на мой взгляд, мы слишком легко позволяем сопернику забивать голы в наши ворота. То есть мы структурно неплохо действуем. Потеряли концентрацию на эпизод, сразу наказывают. ФНЛ, это другой уровень, потому что ФНЛ, когда был, мы на себе это почувствовали. У нас было право на ошибку. Там нет такого количества высококвалифердных футболистов. Мы ошиблись, нас простили. Здесь мы ошиблись, сразу наказание. Мы ошиблись, наказали. Мы сейчас стараемся количество ошибок минимизировать. Но, к сожалению, пока не все получается и задумано. Поэтому работы много. Мы видим, мы реально оцениваем ситуацию, реально оцениваем свои возможности. Видим, где у нас не очень. Это каждодневный труд. И будем продолжать трудиться. Здравствуйте. 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 Хочется поздравить вас и команду с очень достойной игрой в дистерон против полного состава Ростова. Но вот вызвал удивление эпизод с пропущенным голом. Показалось, что защита чуть ли не раступилась перед Глебом, по-моему. Да. Ваша оценка в этом эпизоде? Оценка здесь однозначная. Безобразно сыграли в обороне. Понадеялись друг на друга. Сегодня ребята отдыхают. Завтра мы обязательно сделаем акцент на этом эпизоде. Разберем. Покажем видео. И втреть. Потому что, на мой взгляд, это вопиющая ошибка была, когда футболист полполя пробегает с мячом. И никто не берет на себя ответственность забрать у него мяч. Поэтому мы строго отнесемся к этому эпизоду. Это как раз о чем я говорил выше. Потеря концентрации, нежелание взять на себя ответственность. Плохой момент. Это большой минус для нас сегодня. Дмитрий Викторович, на 71-й минуте, если не ошибаюсь, Ублеев упал у нас в штрафную площадь. И не лег на сердце. Не показалось вам, что там было? Пограничный момент. Да, знаете, не ёкнул. Потому что она сегодня уже столько раз ёкала. Я уже, честно говоря, думал, что оно ёкнет очень сильно. Волновался. Эмоциональный, драматичный матч. Там был контакт, как я уже после игры выяснил. И там все было на усмотрении судьи. Но со стороны не настолько драматичный мне этот момент показался. Ну, все-таки штрафный командист факелил на эту минуту. Ну, на эту минуту получается гангадзе, если мы говорим уже по факту. Дмитрий Анатольевич, вы уже сказали, что судейство не будете обсуждать, да? Но вот потом, когда специалисты всё посмотрят, ваши изучат, факел, в принципе, планирует в этом сезоне обжаловать какие-то решения? Или будете оставлять так, как есть? Не, ну я-то точно ничего обжаловать не буду. Насколько я понял, руководитель клуба дал по этому поводу комментарий. И мне больше нечего добавить.